В областном правительстве прошло заседание по инвестициям. До включения в реестр индустриальных парков Саратовской области претендуют три компании. Это позволит организациям получить государственную поддержку. Среди претендентов – частный индустриальный парк Троллза. На его базе предусмотрено создание производственной площадки по сбору, модернизации и капитально-восстановительному ремонту автобусов и троллейбусов. Для этого есть вся необходимая инфраструктура и коммуникация. Также планируется расширение и благоустройство территории индустриального парка. Руководство предприятия полагает, что все эти меры привлекут новых резидентов. Одной из задач, которую мы хотели бы решить с помощью промышленного парка – это организация производства троллейбусов с высоким уровнем локализации всего производственного процесса, включая производство комплектующих в рамках одной промышленной площадки. Следующая задача – это развитие на достаточно высоком уровне объектов производственной и инженерной инфраструктуры, удовлетворяющих потребностям потенциальных резидентов и размещение на этой основе новых производств. Претендует на включение в реестр и агропромышленный парк «Волжский терминал». Специализируется он на переработке сельскохозяйственного сырья. Также на территории предприятия осуществляется хранение сбыт зерновых, масличных и бобовых культур. Первая часть завода «Волжский терминал» уже была запущена. На территории индустриального парка уже осуществляют свою деятельность четыре предприятия. Их количество к 2018 году планируется увеличить до восьми. Для этого есть вся инфраструктура. Площадка обладает уникальными условиями, которые не имеют аналогов в Саратовском регионе. Это выход к пирсу. Производство развивается на базе действующего элеватора, который является также самым крупным в регионе и одним из крупнейших в Российской Федерации на 200 тысяч тонн культур. Также на государственную поддержку рассчитывает и индустриальный парк «Лидер». На территории предприятия расположено более 70 тысяч квадратных метров административных, складских и производственных помещений со всеми необходимыми коммуникациями. В настоящее время никакой производственной деятельности здесь не ведется. Сейчас с потенциальными участниками проекта руководство проводит активные переговоры. Планируется, что до 2017 года на территории парка разместиться от 7 до 10 резидентов. Среди них промышленные предприятия с объектами, социальный бизнес и инженерной инфраструктурой. На начальном этапе готовы предоставить арендные каникулы, льготные условия для сотрудничества. Хотел бы пояснить по арендным каникулам и льготным условиям. То есть мы готовы от двух месяцев до шести давать арендные каникулы, помогать в юридических вопросах. Из представленных инвестиционных проектов выбрали один – индустриальный парк Троллза. Срок его реализации составит 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова